Понравились нашим зрителям твои цитаты, вот эти философские. Скажи, вот что ты скажешь по поводу вот этой сложившейся ситуации? Ну, разница между тем, что тогда я говорил, я тогда говорил с сердцем, не разумом. Обидно было. Да и сейчас целый день стоял здесь. В первую очередь я хочу за Резвана и его команду принести извинения, как брат мусульманин. Так как, ну, хороший парень, он сорвался вот здесь. Были же пацаны, которые напали? За них, сколько я знаю, они воспитанные, хорошие парни. Но еще одно, почему именно всегда говорят, что мы толпой нападаем? Это не толпой нападаем, это братская помощь. Если он будет драться, я что смотреть буду, что ли? Это не толпа. Вот почему те, кто суетятся, грубо говоря, как вода в унитазе, следите за языком. Больше ничего не будет. Тот же, тот же, вот этот парень сейчас, красивый, хороший парень, поломанными ушами. Ну, видит, гость, этот приехал, сириец, он два-три слова не может связать. Перц, перц, да. Зачем его подкалывать? Как один мудрец сказал, не богатство нас делает счастливым, а счастье нас делает богатым. Толку нету много, говорят ребята, слова лишь ветер, видно дела какие, кривые порой. Это и есть из числа воспитания. Я когда приехал с Дагестана сюда, когда зашел в магазин, увидел девчонку, помнишь, я порадовал сегодня, взрослая девушка. И выходя оттуда, она мне спрашивает, кто ты по нации, я с гордостью ответил, что я из Дагестана. Понимаете, когда я сюда приезжаю, Рамазан сделал плохое, не скажут. Скажут, не русский сделал, дагестанец. Вот почему. Мне было обидно, когда я сел в такси и кричали, кто-то кого-то кинул или что-то. Показывайте воспитание, в первую очередь, а не умение вот здесь драться. Если будет воспитание, будет все. Как один мудрец сказал, чтобы жить, нужно иметь голову, а чтобы любить и чувствовать, нужно иметь сердце. Правильно, брат? Вот сейчас спроси у любых. Сейчас спроси у любого здесь. Каждый из них скажет, наверное, на больших вещах строится жизнь. Когда делаешь большие вещи, нет, друг мой? На мелочах строится счастье, понимаешь? На мелких вещах. По-другому невозможно. С возрастом, ты понимаешь? Да. Когда я начинал, у начала истока своей работы, я знал, какая бы длинная ночь ни была, рассвет должен настать. И он наступает. Но самое приятное, когда я ночью прихожу домой и каждый раз ложусь спать, знать для себя, кто я. Ему рассказать, ему рассказать, хайбаты рассказать. Вот почему этого парня красивой внешностью я уважаю. И уважал до сих пор. Вот почему, когда он прыгнул, я его даже знать не знаю, первый раз в жизни вижу. Он гость. Я дабы его защитить, я его отснял. Он чуть на меня не полез. Другому так нельзя. Но это эмоция, понимаешь? Да, возвещай другу ближе стоящего, возвещай себя. На меня с войной я тоже двойной, понимаешь? Какая война? Ты чё? Я тебе стих напишу, ты чё говоришь? Пиши война без проблем. Без проблем. Спасибо.